Всем огромный привет любителям готовить дома экспериментов на кухне! Посмотрите, 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 какую красоту я сегодня приготовила! Это фаршированный перчик, сейчас сезон овощей, ну как же не воспользоваться этим случаем? Поэтому досмотрите, пожалуйста, это видео до конца, и вы поймете, что это блюдо готовить легко и просто! А начнем мы наш процесс приготовления с перца! Посмотрите, какая красота! Я его уже помыла, сейчас я буду его чистить, доставать серединку, я уже поставила на газовую плиту нагреваться воду, пока мы почистим перчик, она закипит, мы будем наш перец обдавать кипятком, чтобы он не горчил. Вот таким образом отрезаем плотоножку, достаем серединку и продолжаем чистить весь перчик. Все на самом деле очень быстро и просто. Готово! И почти уже закипает водичка, где мы будем перец ошпаривать, и я подготовила емкость, в которой буду запекать и сюда же буду складывать наш ошпаренный перец, чтобы не пачкать лишнюю посуду. Все, вода вот-вот на подходе, отправляю сюда перец, буквально на пару секунд, чтобы он ошпарился. Одновременно, пока занимаемся перцем, также надо поставить и готовится рис. В кастрюльку добавила рис, все, отправляю его на огонь, пускаю немножко подвариться. Перчик достаю и так поступлю со всем оставшимся перцем. Отправлю его в кипяток. С перцем закончили, переходим к начинке. У меня здесь свинина, одна луковица, баклажан и морковка. Сейчас я это все пропущу через мясорубку. Рис варится, не забудьте подсолить. Перекрутила. Уже можно включать духовой шкаф вверх-вниз 190 градусов. Сейчас у нас процесс пойдет быстрее. Сейчас сюда добавлю, конечно же, соль, посолю наш фарш. У меня копченая паприка. Специи вы можете брать на свой вкус, конечно же. И начинку, конечно же, тоже делайте на свой вкус. Вместо баклажана можете брать кабачок. То есть я очень люблю овощную, овощную мясную начинку, что в фаршированном перце, что в голубцах. Поэтому не бойтесь экспериментов, добавляйте смело и морковку, и лук, и какие-то овощи. Даже можно добавить капусту, можно добавить. Салат-айсберг будет очень даже хорошо. Все, перемешиваем. Еще я добавляла сухой чеснок и черный перчик. Травы хорошо подойдут, и карри можно добавить. Все на ваш вкус. Добавила рис, тоже все, конечно же, перемешала. Сейчас добавлю сюда немножечко водички, буквально чуть-чуть. Вот так. Фарш будет посочнее. Пропорции овощей берите на свой вкус. И по своему желанию. В общем, не бойтесь экспериментов на своей кухне. Фарш готов. Ну, а теперь заполняем наши перчики начинкой. Вот так. Самое интересное и приятное. Ну вот, я заполнила все перчики начинкой. У меня получилось ровненько-ровненько, тютелька в тютельку, что называется, и фарш, и перца. Скажу, что у меня где-то было 1,8 кг перца, и, наверное, мясо было 1,200 кг свинины. Поэтому, ну, вот так где-то примерно ориентируйтесь. Я перчики сдобрила чуть-чуть оливковым маслом. Можете подсолнечным. Вот. Будет масло запекаться в процессе приготовления, и немножечко будет корочка. И перчики посыплю еще немножечко Галиной Бланкой. Это будет и соль, и вкус. Немножечко буквально. Я и так и голубцы готовлю. Ну, вот так. Все. Отправляем в духовку до готовности. Перчик готов. Где-то минут 45 он провел в духовке. А сейчас будем пробовать. Смотрите, о чем я вам говорила, какая корочка. Вот еще посмотрите, сколько у нас выделилось жидкости. Просто практически третья часть формы. Хотя мы ничего не добавляли. Ну, сейчас добавим сметанки. Вот так. Опа. Приготовьте, пожалуйста, этот перчик. Это так вкусно! Я не могу, к сожалению, вам передать этот вкус. Перец мягкий. Все пропеклось. Все приготовилось. Вкус изумительный. Сочетание всех специй и овощей. Пожалуйста, готовьте с удовольствием. Не бойтесь экспериментов. Заглядывайте на мой канал. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь, пожалуйста. Делитесь этим видео. Всего вам самого хорошего! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры